Библию Следующий шаг курса молодого бойца – куда двигаться дальше? И самый первый практический шаг – научиться изучать Библию. Каждому христианину должно быть очевидно, что Библия – это откровение Бога, давшего нам свое слово. Это единственное жизненное правило, эталон, по которому нужно сверять свое поведение. Это единственный авторитет. В жизни можно выучить массу других уроков, но они никогда не сравнятся с авторитетом Слова Божьего. Голосом Библии говорит Бог. Священное Писание звучит авторитетно и служит для нас жизненным стандартам. Но если это так, насколько нам важно знать, что говорит Библия? Можем ли мы применить систематический подход к изучению Священного Писания и узнать, что говорит Бог через эти слова? Причем не только что говорит, но и что он имеет в виду. Есть множество людей, читающих Библию, но не знающих, что означает прочитанный ими текст. Поэтому главное, чтобы христианин признавал Библию жизненным авторитетом. Равного Библии авторитета нет. Есть некоторые христиане, читающие любые другие книги, но не Библию. Возможно, они изучают литературу о Библии, но не саму Библию. Главное же – изучать Слово Божье. Именно через него говорит Бог. Конечно же, мы не умаляем значение других книг, через которые говорят другие люди. В них, возможно, делается акцент на Священное Писание. Прилагается грамотное толкование и библейское применение. Но они не могут стать заменой самой Библии. Вот почему критически важно, чтобы жизнь христианина имела ежедневную подпитку от Слова Божьего. Итак, во-первых, для чего же необходимо изучение Библии? Из всего вышесказанного становится ясно, что альтернативы изучению Священного Писания нет. И ниже я бы хотел пояснить, для чего необходимо изучение Слова Божьего. И, во-первых, оно необходимо для духовного возрастания. Необходимо изучать Библию, чтобы расти. В 1-м послании Петра во 2-й главе 2-м стихе мы читаем, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение». Новый Завет в разных местах называет возрождение или рождение свыше одной из неотъемлемых черт верующих христиан. Человек рождается вновь и становится Детем Божьим. Снова и снова Новый Завет называет верующих детьми или сынами Божьими. Христианин заново рожден в новой семье, в семье Божьей. Господь принимает вас в свою семью, усыновляет вас, называя при этом чадом, то есть младенцем. Это подразумевает, что у новообращенного христианина есть потенциал для роста. Он должен расти. В только что прочитанном нами тексте Петр говорит, что мы должны расти подобно новорожденным младенцам, питаясь чистым словесным молоком. Совершенно ясно, что если ребенка не кормить, он умрет. И так бывает, к сожалению, об этом пишут в газетах, что в лесу или в мусорном ящике было найдено тело ребенка. Очевидно, что мамаша, желая избавиться от него, просто оставила его умирать. Но младенцу нужно питание, и без него он умрет. То же самое можно сказать и о христианине. Мы духовные дети, и для нормального роста нам нужно питание. Слово Божье – это наше молоко, еда, подпитка. Апостол Павел пишет о том же в 1 Коринфянам 3 главе в 1-2 стихе. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». И я хотел бы обратить внимание на одну мысль. Павел говорит «Я питал вас молоком». И он жалеет, что не может питать коринфских верующих мясом. Но тем не менее, он продолжает питать их. Павел хорошо понимает, насколько важно питание. Поэтому он питает их словом. И иногда слово может оказаться молоком, иногда мясом. Причем нельзя говорить, какой отрывок из Библии следует считать молоком, а какой мясом. Любой текст из Слова Божьего может быть и молоком, и мясом в зависимости от того, насколько глубоко его изучить. Ну, например, я могу прочитать стих, где говорится, что Бог так возлюбил мир. Новообращенный христианин подумает, что это молоко. Но, однако, если более подробно говорить о характере Бога, о характере Его любви, о том, как действует Его любовь, какое определение любви дает Библия, если говорить о всей глубине понятия «любовь», то простая истина любви становится очень твердой пищей. Можно сказать, что Бог знает все. Это молоко. Однако, если изучать этот библейский принцип глубже, он станет мясом. Главное, апостол Павел понимает потребность в питании. Необходимо питать христиан. Иногда молоком, иногда мясом в зависимости от ситуации, от желания и восприимчивости людей. Например, тот же апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, во 2 главе 6-7 стихе. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере». В этом тексте также прослеживается идея о том, что христиане должны возрастать в вере, будучи укоренены и утверждены. И это возможно лишь в контексте изучения того, из чего состоит вера, то есть христианского содержания. Чем лучше мы понимаем христианство, тем более мы укоренены и утверждены в Нем. Ветхозаветный пророк Иеремия говорит «Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радости и веселье сердца моего». Книга Иеремии 15-16. Иеремия поглотил Божьи слова, и они были для него как пища. В книге Деяний, прощаясь с пресс-фитерами Эфесской церкви, Павел говорит «И на ней предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Итак, чтобы быть полезными, нужно расти, а чтобы расти, нужно питаться словом. Наверное, вы согласитесь, что от маленьких детей пользы очень мало. Они, конечно, очень милые, с ними приятно проводить время, с ними можно поиграть, их можно пожалеть, поцеловать. Но если младенцу повелеть пойти и убрать в свою комнату, от этого будет не слишком большой эффект. Есть много христиан, которые похожи на малых детей в этом отношении. Они своего рода путаются под ногами, у них все валится из рук, они не думают головой и так далее. От них обычно мало пользы. И чем дольше у них продолжается бесполезная жизнь, тем большей трагедии это может обернуться. Итак, мы исходим из того, что вы желаете расти. Мы полагаем, что вы живете христианской жизнью, а там, где жизнь, там рост. Поэтому мы желаем, чтобы христиане возрастали. А духовный рост возможен лишь на основании Библии. Вот почему мы должны изучать Священное Писание. Также Библию необходимо изучать, чтобы бороться с грехом. Победить грех невозможно без помощи Слова Божьего. В послании к Евсянам 6 главе Павел описывает доспехи, с помощью которых можно вести духовную войну. Оружием в руках христианина, мечом Духа, названо Слово Божье. Только Слово Божье способно преодолеть искушение сатаны. И в Библии есть много отрывков, которые говорятся об этом. Например, известный стих из 118-го Псалма. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Слово Божье в сердце христианина становится фактором, предотвращающим грех. Приведу примеры собственной жизни. Чем больше я читаю Библию, тем труднее мне грешить. Раньше я грешил, и мне это нравилось. Я мог наслаждаться каким-нибудь грешком, думая о том, что неплохо вспомнить былые времена. Но сейчас, как только я подойду близко к этому греху, у меня в памяти всплывает как минимум 15 библейских стихов. Как только я одной ногой ступлю на территорию греха, в моем разуме тотчас начинает звучать. «Не убей, не прелюбодействуй, не пожелай». Если же не знать Божьей истины, Святому Духу нечего подсказать разуму. Итак, чтобы победить сатану, нужен меч Духа, который тем острее, чем лучше вы знаете Священное Писание. И знание библейских принципов становится прочным щитом против искушений. Псалмопевец в 118-м Псалме в 9-м стихе говорит, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Как можно исправить свою жизнь? Ко мне часто обращаются люди и говорят, моя жизнь совершенно испорчена. Она похожа на мусорный ящик. Как ее очистить? И вы знаете, ответ прост. Хранить себя по слову Божьему. Чтобы очистить свою жизнь, нужно выучить книгу книг. Знание Библии должно стать движущей силой вашего разума. В какой-то степени наш ум похож на компьютер. В информатике есть такой принцип. Garbage in, garbage out. Это значит, что неверные данные на входе обязательно приведут к тому, что на выходе также будут неверные данные. Даже при условии правильного алгоритма. Но зато если вложить в собственный разум Божье Слово, то из посеянной истины произрастут праведность, благочестие и святость и не оставят нас без плода. Обратите внимание на слова апостола Иоанна в первом послании Иоанна 2.14. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Лукавого можно победить лишь тогда, когда внутри пребывает Слово Божье. И это, конечно же, не единственный отрывок, который подтверждает высказанную истину. Также изучать Священное Писание необходимо, чтобы подготовить самого себя к служению. Любой, кто занимается служением Господу, подтвердит, что знание Слова Божьего оказывает неоценимую поддержку, особенно в нелегкой ситуации. На Священное Писание можно положиться, в нем можно обнаружить те принципы, которые могут разрешить сложившиеся обстоятельства. Так служитель знает, как ему совершать служение, куда идти, как действовать, чтобы быть угодным Господом. Если вы желаете служить Богу, вы обязаны знать Священное Писание, иначе вы просто будете имитировать бурную деятельность. Вы даже будете думать, что служите Богу, а на самом деле будете нарушать Божьи принципы. Эти принципы нужно знать, ведь это как инструкция по эксплуатации. Представьте себе, что вы пришли устраиваться на сложную работу. Начальник спрашивает, есть ли у вас опыт? Вы говорите, что нет. Можете ли вы себе представить, что он так просто пошлет вас выполнять сложную работу? Нет. Иначе вы просто выставите себя полнейшим неудачником. Вам нужен серьезный инструктаж, серьезное обучение. Слово Божье готовит вас к служению. Хорошо об этом сказано в книге Иисуса Навина 1.8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Кстати, очень хороший совет – ложиться спать, повторяя наизусть отрывки из Библии. Тогда они хорошо сводятся в разуме. Но обратите внимание на тот факт, что успех в жизни зависит от того, насколько эта жизнь пропитана Словом Божьим, источником успеха. И далее Господь говорит Иисусу Навину, «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Итак, молодой человек начинает свое служение. Перед ним стоит невероятная задача. Ему предстоит совершить огромный труд. И Господь обращается к нему, говоря, «Иисус, ты справишься с задачей, если пребудешь в Моем Слове. Я укажу тебе путь, чтобы ты шел верной дорогой. Я покажу тебе свои дела. Я утешу тебя, когда тебе будет трудно. Держись Моего Слова, и будешь иметь успех». Для успешного христианского служения необходимо знать Слово Божье. Давайте прочитаем еще один текст из Первого Послания Тимофея 4.6. «Внушайся е, братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Откуда берутся добрые служители Иисуса Христа? И слово «служитель» означает «слуга». Хорошим слугой Иисуса Христа может стать брат, хорошо вскормленный в слове веры и здравого учения. Если вы хорошо знаете Слово Божье, из вас может получиться хороший служитель Божий. К сожалению, мы видим множество людей, которые желают послужить Господу, но просто не знают Библию в достаточной мере, чтобы быть добрым служителем, и в результате оказываются в очень неприятной ситуации. Также Священное Писание необходимо изучать, чтобы иметь благословение. Не знаю, как вы, но я бы предпочел быть счастливым, а не удрученным, радостным, а не несчастным. Я знаю, что чем больше я изучаю Слово Божье, тем более я счастлив, независимо от обстоятельств. Слово Божье благословляет меня, и я счастлив. Все очень практично. Если вам на пути встретятся несчастные люди, спросите у них, читали ли они сегодня Библию. Очень простой вопрос. Откуда я знаю, что чтение Библии делает человека счастливым? Давайте прочитаем первый Псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Блажен муж, значит, счастливый человек, счастлив тот, кто изучает Библию. Я много разговаривал с людьми, которые говорили мне, Я в жизни ничего не знал, пока не стал изучать Библию. Тогда вся моя жизнь изменилась. Теперь я счастлив. И они совершенно правы. Именно об этом и говорит первый Псалом. Об этом же говорит и книга Иисуса Навина, 1 глава 8-9 стихи, текст, который мы читали чуть ранее, если будешь пребывать в Божьем Слове и научаться в нем день и ночь, будешь успешен и счастлив. Изучать Библию также необходимо, чтобы помогать другим. Невозможно помочь другу в каких-то вопросах, если ты сам не разбираешься в этих вопросах. Бог никогда не благословлял невежество. Невежественный человек не способен помочь не только самому себе, но и другим. Ведь христианская жизнь состоит из взаимопомощи. Как можно помочь человеку, оказавшемуся в беде? Правильно показать ему Божий ответ на его проблему. Как можно ему показать Божий ответ? Найти его в Библии. Поэтому, если кому-то нужна помощь, крайне необходимо знать, что говорит Библия об этой проблеме. И тогда он сможет решить ее. Невозможно помочь человеку, не зная Слова Божьего. Вот почему во 2-м послании Тимофея 2.2 Павел говорит, то передай верным людям, которые и других способны были бы научить. Единственный способ научить этим принципам других, и единственный способ помочь другим людям – это самим выучить эти принципы. В 1-м послании Петра 3.15 записано, «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением». Чтобы дать ответ, нужно его знать. Не зная ответов, невозможно помочь ближнему. Однажды ко мне подошел молодой человек, которого я наставлял, и рассказал, что у него произошел спор с другом. Он попытался было дать ему ответ, но сначала ничего не пришло в голову. Когда же ответы появились, он не смог найти для них библейского основания. В итоге получился банальный обмен мнениями. По его словам, этот случай лучше всех других обличений показал ему, что он недостаточно изучает Библию. И так, поняв, что он не может помочь своему знакомому, он вернулся домой и стал усердно изучать Слово Божье. Итак, мы поговорили с вами, для чего нужно изучать Библию. Но, во-вторых, нужно знать, как изучать Библию. И, во-первых, для грамотного чтения и изучения Библии, прежде всего, нужно хорошо подготовиться. Давайте мы еще раз обратимся к первому посланию Петра, второй главе, первому стиху. Во втором стихе Петр говорит, что Слово Божье нужно изучать, чтобы возрастать, а в первом описываются условия изучения Библии и возрастания. И условия звучат так, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие. Иными словами, прежде чем полюбить словесное молоко, следует убрать в сторону все пороки. О чем это нам говорит? Чтобы изучение Библии имело какой-либо серьезный эффект, следует избавиться от греха. С ним нужно разобраться. Вот почему изучение Библии следует начать с молитвы и исповедания грехов. Когда вы отложите описанные в прочитанном нами отрывке пороки и исповедаете грехи перед Господом, ваш разум будет чист пред Богом, и вы сможете стать усердным и способным учеником, изучающим Его Слово. Но пока разум и сердце не очистятся от греха, вам не удастся возрастать в Господе. Подготовка подразумевает очищение. Всегда хорошо начинать с очищения. Об этом говорит и Иаков в послании Иакова 1.21. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души». Мы видим здесь общий принцип. Важно то, что отложив в сторону грех, мы становимся способны принимать Слово Божие. Итак, подготовка. Каждый день, прежде чем приняться за изучение Библии, уделите немного времени исповеданию грехов. Просто признайте перед Господом грех, на который указал вам Святой Дух, и исправьте свое сердце, и тогда начинайте чтение Слова Божьего. Также для того, чтобы изучать Библию, ее нужно читать. Это важно. Если вы не умеете читать, найдите аудиозаписи Нового Завета и слушайте их. Но если вы умеете читать, читайте Библию. Вы должны понимать, что само чтение Библии – захватывающее событие, потому что Бог обещает благословить того, кто читает Библию. Ко мне обращались люди, которые говорили, что не понимают отдельных мест Библии. Например, однажды ко мне подошел один человек и сказал, что, читая Библию, он всегда пропускает книгу Откровения. По его мнению, она слишком странна. Тогда я прочитал ему отрывок из этой книги. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего. Хочешь быть счастливым? Читай Откровения». «Потому что чтение этой книги сделает тебя счастливым». «Счастливым? Разве можно быть счастливым, читая обо всех ужасах, описанных там?» «Да, если читать до самого конца. Тогда понимаешь, насколько ты счастлив, что не оказался вместе с теми, о ком говорится на протяжении всей книги». «Читая книгу Откровения, можно быть вполне счастливым». Иоанн говорит, «И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем». Откровение 10.10. «Хотя во чреве книга была горька, но на устах была сладость». Итак, если мы читаем Библию, мы блаженны и счастливы. Поэтому так важно читать Писание. Наставляя Тимофея о том, как проповедовать Слово Божье, Павел постоянно напоминает о том, что его нужно читать. И мы должны поступать так же. Мы должны ежедневно уделять время чтению Библии. И сейчас мы поговорим о том, как читать Слово Божие. Я предложу вам практический план, который вы также можете найти в книге «Найдена Божья воля». В свое время этот план сильно помог мне самому. Было время, когда мне с трудом давалось чтение Библии. Бывало, что я прочитаю отрывок, а на следующий день совершенно ничего не помню. И знаете, так каждый день. Я мог прочесть целую книгу из Библии, потом закрывал Библию и ничего не помнил из этой книги. И эта история повторялась на следующий день. Так я накапливал свое огромное невежество и проводил в нем невероятное количество времени. Я усердно совершенствовал свою глупость, при этом в памяти не оставалось ни капли Слова Божьего. Я понял, что дальше так нельзя. Тогда мне в руки попала книга Джеймса Грея «Как в совершенстве изучать Библию на английском языке». Кроме того, я услышал лекцию, где автор рассказывал о своем опыте изучения Библии. Так у меня стала складываться картинка, и я понял, что лучший способ что-то выучить – повторение. Именно об этом говорил пророк Исаия в книге Исаия 28 главе 10 стихе. «Ибо все в заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного и там немного». Так я понял, что повторение – мать учения. И всякий раз во время учебы в семинаре я не просто брал конспект перед экзаменом, прочитывал материал один раз, а перечитывал и штудировал каждый урок снова и снова. Впрочем, вы сами знаете, как готовиться к экзамену. Готовиться к любому экзамену или тесту нужно, повторяя пройденный материал. С помощью повторения вы формируете некие формулы запоминания. Мозг создает особые сигналы и ключи для запоминания. Повторение помогает запомнить изучаемый материал. Когда я понял это, я начал думать, что, наверное, наилучший способ читать Библию – читать ее с помощью повторения. Я решил начать с первого послания Иоанна. И у меня получилось. Первый Иоанна – хорошая книга, с нее стоит начать изучение, хотя читать ее, возможно, не очень легко. Это послание, будучи простым по форме, содержит в себе серьезные и глубокие вопросы. После очередного прочтения первого послания Иоанна всякий раз находишь в нем твердую пищу, и чем больше читаешь, тем больше сможешь переварить. Итак, берем первый Иоанн и прочитываем всю книгу за один присест. Вам понадобится не больше 20-25 минут. Это всего лишь пять глав. Здесь нет ничего сверхсложного. Просто прочтите всю книгу от начала до конца. Возможно, вам придется выбрать какой-то один перевод Библии. В любом случае, прочтите всю книгу за один присест. Прочтите первое послание Иоанна до конца, закройте книгу и в коротком молитве проведите время с Господом. После этого вы можете заниматься обычными ежедневными делами. Позже, в течение дня, вы можете еще раз перечитать все послание. Одного раза достаточно. На следующий день повторите то же самое. Итак, повторяйте в третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой день. Читайте то же послание 30 дней подряд. Каждый день в течение месяца прочитывайте послание апостола по разу. Что произойдет в конце месяца? В итоге вы хорошо будете знать первое послание Иоанна. И тогда, если кто-то спросит у вас, где говорится об исповедании грехов, вы сможете показать ему первую главу, стих 9. Внизу правая колонка на странице. Этот текст пустит корни и глубоко закрепится в вашем разуме. Если бы я сейчас попросил вас рассказать по памяти Римлянам 12.1, о чем бы вы подумали в тот самый момент? Вы бы вспомнили страницу в Библии, колонку, в которой написан этот текст, название главы. Ваш разум создает определенную картинку. Без такой картинки в уме учиться невозможно. Но в изучении Библии возникает проблема. Все страницы выглядят одинаково. Поэтому я делаю в Библии много пометок. Тогда у каждой страницы будет своя изюминка. В разуме возникает уникальная картина страницы, и мне легче запомнить, что там написано. Когда он меня спрашивает, как я запоминаю библейский текст, я привожу этот пример. На страницах моей Библии много разных закорючек. В некоторых местах страницы засалены, где-то страничка надорвалась, где-то помялась. Все эти маленькие детали запоминают и помогают запомнить текст. Для хорошего дела все средства хороши, правда? Таким образом, к концу месяца вы сможете хорошо разбираться в содержании первого послания Иоанна. И тогда, если кто-то спросит, а где сказано, не любите мир и не того, что в мире? Вы вспомните, что это первое послание Иоанна, вторая глава, пятнадцатый стих, на странице справа в правой колонке. Так вы начинаете узнавать текст послания Иоанна. При этом вы еще не давали определений терминам, не толковали текст. Но, по крайней мере, вы знаете, о чем он. К десятому дню вам начнет казаться, что вы изъездили эту книгу вдоль и поперек, что уже нет смысла еще раз перечитывать. Однако продолжайте. Это необходимо. И к тридцатому дню вы поймете, что знаете не так уж много. Текст становится глубже. Когда я читал первое Иоанна, тридцать дней мне показалось мало, и я читал его целых три месяца. Потому что с каждым днем все более восхищался тем, что написал Иоанн в своем послании. Когда закончите первое послание Иоанна, переходите к Евангелию от Иоанна. Вам может показаться, что Евангелие послания Иоанна невозможно даже рядом поставить, ведь в Евангелии не пять, а целая двадцать одна глава. Вы можете сказать, что на чтение всего Евангелия у вас не будет времени. И я понимаю. Но есть выход. Разделите это Евангелие на три части по семь глав в каждой. И считайте каждую часть на протяжении тридцати дней. Сначала первые семь глав, потом главы с восьмой по четырнадцатую, а затем с пятнадцатой по двадцать первую. Через три месяца вы будете чувствовать себя в Евангелии от Иоанна как рыба в воде. И если кто-нибудь спросит, где говорится о встрече Иисуса с Амарианкой, вы знаете, что это четвертая глава. Если спросят о Никодиме, это третья. Где говорится о хлебе жизни, в шестой главе. О добром пастыре, в десятой. Если спросят о том, где Иисус называет себя виноградной лозой, вы знаете, что это пятнадцатая глава. Где Иисус молится первой священнической молитвой, в семнадцатой главе. Об аресте в Гессиманском саду повествует восемнадцатая глава. А двадцать первая глава рассказывает о том, как Иисус поручил Петру пасти овец, принадлежащих Господу. В двадцатой главе Иоанн пишет о воскресении Иисуса и так далее, и так далее. Вы знаете, я не ученый и не академик. Мне пришлось девяносто раз прочитать книгу, чтобы запомнить ее. Но в этом и весь смысл. За два с половиной года можно прочесть весь Новый Завет. Причем, поверьте мне, вы будете единственным, кто прочтет его за два с половиной года. Но если вы собираетесь изучать Библию всю жизнь, то лучше ее изучать так, чтобы знать, что в ней написано. При этом вы обнаружите, что сможете пользоваться параллельными ссылками. Например, вы вспомните, что тот или иной текст находится в том или ином месте. Например, во второй главе «Послание к филиппийцам» вы сможете тотчас его найти. И через некоторое время вам уже не придется по любому случаю обращаться к симфонии. Да и сама симфония перестанет быть для вас костылем. Ведь крайне неприятно, когда кто-то задает вам вопрос, и вы не знаете, где находится этот текст, обещаете посмотреть слово в симфонии, а потом даже не может найти это слово. Если же по многу раз перечитывать одну и ту же книгу, вы будете знать, в каком месте находится текст. И если у кого-то возникнет вопрос, то у вас будет на него ответ. А теперь представьте, что было бы, если бы вы начали читать Новый Завет два с половиной года назад. Восхитительная мысль. Наверное, кому-то покажется, что это удручающая мысль. Что ж, наверное, вы правы. Как я говорил выше, среди английских переводов Библии лучшими я бы назвал Новый Американский Стандартный – New American Standard, Новый Международный Перевод – New International Version, или Библию Короля Иакова – The King James Version. Последний, возможно, не самый современный, но в большинстве случаев ближе всего подходит к оригинальному тексту. В нем чувствуется некое достоинство, которого не хватает другим переводам. И после того, как вы прочтете текст Библии, необходимо сделать следующий шаг, крайне важный шаг. Это изучение текста. На протяжении двух с половиной лет вы просто читали текст. Конечно, вы также слышали библейские проповеди в церкви, принимали участие в изучении Библии в малой группе. Это хорошее начало. Но сейчас, прочитав всю Библию, вы убедитесь, что способны самостоятельно толковать Священное Писание. Ведь само Слово Божье наилучше толковать и Слово Божье. Те из вас, кто ранее посещал нашу церковь, знают, что именно так я и даю толкование библейским текстам. Если я хочу объяснить какой-нибудь текст, я обращаюсь к одному или нескольким другим текстам, чтобы дать толкование изучаемому отрывку. И вы, перечитывая Новый Завет по нескольку раз, сможете делать то же самое. С Ветхим Заветом следует поступать несколько по-другому. Здесь не нужно читать каждую книгу по несколько раз. Прочтите весь Ветхий Завет от начала до конца, а потом вновь начните с книги Бытия. И так повторяйте всю жизнь. Не пытайтесь читать Ветхий Завет через многократное чтение одной и той же книги. Ветхий Завет – это по большей части повествование и история, поэтому его лучше читать целиком. Итак, вы прочли всю Библию. Теперь можно приступать к ее изучению. Как изучать Священное Писание? Могу предложить одну идею. Изучайте его тематически. Например, вы можете изучить все молитвы, приведенные в Библии. Это будет захватывающее изучение. Оно может занять у вас очень много времени. Начните с книги Бытия и двигайтесь дальше, останавливаясь там, где приводится чья-либо молитва. Изучите, кто молился, что он говорил в молитве, о чем молился, как Бог ответил на эту молитву. Результаты изучения ошеломят вас. Или же вы можете заинтересоваться и изучить молитву апостола Павла. Просто изумительное изучение. Выбирайте любую тему, можно изучить тему прощения. В христианском книжном магазине можно приобрести тематический указатель. В нем указаны все тексты из Библии, в которых говорится о прощении. Вы можете рассмотреть все предложенные тексты и сделать свои выводы. Результаты здесь не оставят вас равнодушными. В этом вам могут помочь книги. Я предложил бы вам записать название этих книг, чтобы потом обратиться к ним для помощи в изучении Библии. Например, вы можете изучить тему Божьего суда в книге пророка Исаии. Прочитав все тексты в этой книге, говорящей о суде, вы можете сделать вывод, почему Бог вершит суд, как Он судит, и как мы должны поступать, зная это. Еще один метод изучения Библии – биографический. Возьмите какой-либо библейский персонаж, например, Илью, и изучите все места, где Библия говорит об Илье. Изучение жизни Давида приведет вас в восторг. Таким же образом можно изучить и жизнь Иосифа. С другой стороны, можно изучить жизнь Ахитофела, или подобных ему персонажей, о которых мало говорится в Ветхом Завете. Попробуйте изучить все, что написано о таком персонаже в Священном Писании. Такое же изучение можно провести о персонаже из Нового Завета, например, об Андрее, который не сильно выделяется на фоне остальных апостолов. Во время изучения очень хорошим подспорьем будет для вас чтение хороших книг. Что бы вы ни изучали, о чем бы ни был текст, вам помогут качественные пособия, или аудиолекции, или советы других людей. В нашей церкви есть хорошая библиотека, и мы гордимся этим. Вы также постарайтесь найти христианскую библиотеку в том регионе, где вы живете, где бы вы могли либо взять книгу, либо библейский справочник на прокат, либо прочесть ее в читальном зале. Сейчас в свободном доступе есть много дополнительных аудиоматериалов и хороших книг. Но хочу вас предупредить, покупайте только качественную литературу. Не тратьте деньги на популярные христианские книги. Есть такие книжки, которые можно прочесть за один присест, а потом навечно поставить на полку. Это просто чьи-либо свидетельства. Такие книги лучше взять в библиотеке и прочесть один раз. Возможно, некоторые из них даже стоят и приобрести, но свою личную библиотеку лучше строить на книгах, которые будут выполнять роль серьезных справочников, к которым вы снова и снова будете обращаться за помощью. Так, например, полезно иметь симфонию, но не краткую, как предлагается в конце библии, а более подробную, в которой вы сможете найти значительно больше полезных сведений. Среди симфоний на английском языке я бы выделил три, написанные Стронгом, Янгом и Круденсом. Лично я пользуюсь Круденсом и Стронгом. Какая бы симфония вам не попалась, приобретите себе одну, чтобы иметь возможность находить библейские места по какому-либо слову. Это важно. Кроме того, приобретите себе тематический указатель. Таких справочников очень много. В свое время Миссия Беллигрема бесплатно раздавала тематические справочники Тори. Есть много других тематических указателей и изданий Библии с тематическими комментариями. Тематический указатель – это книга, где предлагаются ссылки на все библейские тексты на определенную тему. Поэтому всякий раз, когда вы захотите изучить какую-либо тему, тематический указатель поможет вам найти соответствующие отрывки. Очень полезный инструмент в изучении Библии. Комментарии – это еще один инструмент, который я бы хотел предложить вам для изучения Библии. Что такое комментарии? Это книга, в которой дается объяснение библейских текстов. В книжных магазинах есть много библейских комментариев, и сейчас я бы хотел подсказать, пожалуй, самый простой комментарий, который лучше всего подойдет новообращенному христианину. Это библейский комментарий служения Уиклиф. Это небольшая книга, и в ней вы сможете найти объяснение отдельных отрывков, которые поможут вам лучше изучить текст Слова Божьего. Таким образом, для изучения Библии вам потребуются вспомогательные книги. Тогда вы будете и сами изучать Библию, и читать тех, кто изучал Библию до вас. Еще один очень-очень важный момент. Во время изучения Библии найдите какого-нибудь человека, с которым вы сможете обсудить, что вы изучили. Если у вас есть дети, говорите об этом с детьми. Если есть жена, обсудите свое изучение Библии с женой, а жена с мужем. Если же вы не обзавелись семьей, найдите другого верующего, или человека, которому вы рассказали Евангелие, и он уверовал. Найдите кого-либо и рассказывайте ему то, что вы узнали из Слова Божьего, иначе вы будете не так расположены к изучению Писания. Меня часто спрашивают, как я могу столько времени проводить в изучении Библии. Ответ прост. Каждое воскресенье я прихожу сюда, в церковь, и три тысячи человек ожидают от Макартура, что тот им что-то скажет. И мне приходится им что-то говорить. Главное побуждение в изучении Священного Писания – необходимость служить людям Словом. Я должен оставаться верным Богу и учить людей, которых Он мне верил. И если вам некого учить, то нет и стимула к чтению. В это время, когда совершенно не хочется открывать книгу, но если в вашем гнезде пищит птенец, который открывает рот и требует еды, приходится чем-то его накормить. И это побуждает вас отправляться на поиски пищи. Кто-то может возразить, дескать, я еще совсем юн в вере, но рядом явно есть человек еще младше вас. Возможно, рядом с вами есть и тот, который еще даже не уверовал. Его тем более нужно учить Слово. Поэтому найдите человека, которому вы передадите то, что изучили сами. Возможно, это человек, знающий гораздо больше вас. Поверьте мне, есть много людей, которые знают Библию в целом значительно хуже меня, но их слова сильно касались моего сердца, потому что они смотрят на Слово Божье свежим взглядом. Они видят то, на что я никогда не обращал внимания. Они находят свежее применение библейского учения в своей жизни. Найдите человека, которому вы сможете рассказать о своих библейских уроках. И еще один очень важный момент относительно изучения. Подражайте доброму примеру. Найдите человека, чьему примеру вы хотели бы следовать. Возможно, если вы знаете меня достаточно хорошо, вы можете следовать моей модели изучения. Возможно, вашим примером для подражания может стать учитель воскресной школы. Этим примером мог бы стать какой-либо другой благочестивый брат или сестра. Возможно, пастор другой церкви. Любой другой человек. Главное – установить отношения с этим человеком, чтобы с ним можно было поговорить и чтобы вы могли в своей жизни употребить его пример. Итак, мы поговорили о трех составляющих процесса изучения Библии, о подготовке, чтении, изучении. А сейчас переходим к следующему. Следующий шаг – это найти такое общение, где вы могли бы на постоянной основе слышать здравое библейское учение. Добавлю, что это ни в коем случае не заменяет собственное изучение Библии. Даже мысли себе не допускайте, что если в воскресный день или вечер вы услышите проповедь и придете на группу по изучению Библии в пятницу вечером, то вам уже не нужно самостоятельно изучать Библию. Если вы все-таки пошли таким путем, то все, о чем мы говорили, обсуждая пункты с первого по четвертый, не будет иметь в вашей жизни ни малейшего значения. Слушая проповедь или участвуя в группе по изучению Библии, вы, несомненно, получаете пользу. Но еще большую пользу вы получите, проведя самостоятельное изучение. И если вы скажете, что вы совсем недавно стали христианином, чтобы самостоятельно изучать Библию, не волнуйтесь. Даже десяти минут вере достаточно, чтобы начать изучение. Главное – начать. И начните прямо сейчас. В то же время слышать регулярное здравое учение от проповедника, участвовать в группе по изучению Библии, ходить на служение в церкви, где проповедуются Слово Божье – это настоятельная необходимость. К сожалению, я вижу слишком много христиан, которые стремятся лишь следовать за так называемыми христианскими знаменитостями. Это люди, которых привечают в каждой церкви, их представляют как звезд эстрады. Так и слышишь, сегодня в нашей программе специально приглашенный гость такой-то, такой-то со своей группой. Или это может быть человек, который поведает о своем чудесном обращении. Итак, люди стремятся попасть на мероприятие, где звучит определенная христианская музыка, где показывают последний популярный христианский фильм, где выступают со свидетельством бывшие заключенные. И таким образом они перебегают с одного мероприятия на другое и ведут себя как бродяги, приходя лишь на особые шоу. Выберите место, куда вы будете приходить и слушать учения из Слова Божьего. Это очень, очень важно. К сожалению, в сегодняшнем христианстве происходит такое явление. Когда кто-то обретает спасение, и если его история или сам человек способен завоевать рынок в христианском обществе, его тотчас выставят на трансфер и начнут на нем наживать капитал. Однажды я разговаривал с одним человеком на смертном адре. Это был известный христианский деятель, чья жизнь была полностью искалечена. В свое время, когда он уверовал во Христа, из него сделали христианскую знаменитость и начали продвигать, так сказать, на рынке христианских шоу. Так он всю жизнь провел, разъезжая по разным местам и рассказывая всему миру, как замечательно быть христианской знаменитостью. В то же время он ничему не научился и совершенно не знал, что такое настоящая христианская жизнь. Его жизнь потерпела крах. У него было чувство огромной вины за присутствие в ней греха. Всю свою жизнь он провел, рассказывая другим, как замечательно быть христианской знаменитостью. А на самом деле его сердце изнутри было изъедено грехом, ведь он совершенно не возрастал в Боге. Это огромная проблема современного христианства. Мне не важно, знамениты ли вы, вам все равно нужно пребывать в наставлении и учении. Вам все равно должны давать твердую пищу дуровитые учители, которых Бог дал церкви именно для того, чтобы наставлять вас. Я повторяю, важность этого невозможно переоценить. На этом я бы хотел поставить точку. Некоторые пункты оказались более пространными, чем другие, но это только потому, что они имеют огромную важность. А сейчас я бы хотел дать возможность вам задать вопросы. Мы уделим этому немало времени, поэтому не стесняйтесь и подходите к микрофону и задавайте любые вопросы. И первый вопрос прозвучал так. Я понимаю, что мой вопрос, возможно, предполагает долгий ответ. Как выбрать порядок для чтения? Вы сказали, можно начать с 1 Иоанна, потом Евангелие. Я могу ответить на это так. Отличный вопрос. Я бы сказал, что строго установленного порядка нет. Единственное, что я бы хотел предложить, чередуйте короткие и долгие книги. Например, после Евангелия от Иоанна можно снова обратиться к посланиям и прочитать послание к филиппийцам. Потом римлянам. А это 16 глав. А закончив римлянам, перейти к первому посланию Тимофея. Это 6 глав. Потом прочесть Евангелие от Марка. 16 глав. Потом послание к колосянам. И так чередовать малые книги и книги более объемные по своему усмотрению. Вы увидите, что Святой Дух может указать вам на разные книги в зависимости от того, какие нужды беспокоят вас в данный момент времени. Следующий вопрос прозвучал так. Говоря о необходимости изучать Библию подобно младенцам, вы отметили, что младенец умрет, если его не будут кормить. Не могли бы вы уточнить, что вы имели в виду, говоря о смерти? Я просто сказал, что младенец, если его не кормить, обязательно умрет. Так же и христианин, если не будет питаться Словом Божьим, образно говоря, умрет для плодотворности, умрет для радости, умрет для благословения. Это не значит, что он потеряет спасение, об этом нужно говорить особо. Это совсем другая тема, и мы ее уже обсуждали на других семинарах. Следующий вопрос звучит таким образом. Если человек утверждает, что принял Христа, но в то же время совершенно не показывает никакой жажды к изучению Слова, можем ли мы делать какие-либо выводы относительно его спасения? Есть ли что-либо, что может пробудить в человеке жажду по Слову Божьему? Думаю, что это очень важный вопрос. Он рассматривается в двух библейских текстах. Первый из них находится в Евангелии Атеана 8, главе 31 стихе. Когда к Иисусу подошли иудеи, которые называли себя верующими, Иисус сказал им, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Истинного христианина можно распознать по его стремлению к Слову Божьему. Это стремление может быть разным. Среди новообращенных могут быть люди, чье желание изучать Библию достаточно слабое. Чаще всего так бывает по вине церкви, которую они посещают, или христианского круга общения, а именно людей, с которыми они проводят много времени. Часто в этих кругах Слово Божие не акцентируется, да они и не понимают, что это значит. И я на самом деле убежден, и слова Иисуса это подтверждают, что если у человека есть вера, если эта вера истинная, спасительная, если он по-настоящему познал Иисуса Христа, он обязательно прибудет в Его Слове. То есть, такой человек будет иметь огромное желание познавать Божье Слово и не просто познавать, но и повиноваться Ему. Но все же в определенном смысле уровень этого желания будет различаться. Очевидно, что у разных людей разное побуждение читать Слово Божие. У некоторых людей такое побуждение приходит позже. То есть, настоящее полное посвящение Слову Божьему у некоторых христиан проявляется позже. Возможно, у такого человека нет должного здорового влияния его окружения, чтобы регулярно изучать Библию. В таком случае нам остается лишь ободрять их к тому, чтобы делать то, что мы пытаемся делать на этом семинаре, указывать на преимущество и благословение, сопровождающее изучение Слова Божьего и на последствия сопровождающее отсутствие такого изучения. Если человек не изучает Слово, он становится жертвой своего неучения. Таким образом, я полностью согласен, что пребывание в Слове Божьем отличительная особенность христианина. Поэтому я с большой осторожностью отношусь к любому, кто не выражает никакого интереса к Священному Писанию. Ведь Иисус сам сказал, что лишь тот, кто пребывает в Слове, настоящий ученик Иисуса. Следующий вопрос звучал таким образом. Иногда в человеке присутствует желание изучать Библию, но возникает вопрос дисциплины. Один человек может быть воспитан определенным образом, ему легче себя дисциплинировать в вопросах изучения Библии. Другой же, возможно, и хочет изучать Слово Божье, но ему трудно быть последовательным в изучении. На этот вопрос у меня два ответа. С одной стороны, вы правы, некоторым людям проявлять дисциплину легче, некоторым сложнее. С другой стороны, это не может быть оправданием, потому что Господь говорит, что мы должны изучать Его Слово. Знаете ли, я встречался с недостаточно дисциплинированными и рассеянными людьми, которые много и усердно изучают Библию, и зная людей с военной выправкой, которые пренебрегают таким изучением. Поэтому я бы не стал ставить знак равенства между жаждой по слову Божьему и самодисциплиной. Для организованного человека, возможно, будет легче выбрать время и посвятить его изучению Библии, но вполне возможно, что за то время, которое он проведет с Библией в руках, он не извечет такой же пользы, как человек, менее организованный и рассеянный, но имеющий большее желание к изучению. Поэтому я думаю, что здесь мы не можем говорить в абсолютных категориях. Слово Божье говорит нам «представьте себя Богу достойным, делателем неукоризненным». И эта библейская заповедь имеет отношение к каждому из нас. И мы не можем сказать, дескать, «я провал психологический тест, я рассеян, поэтому эту заповедь ко мне применить нельзя». Во-вторых, я бы хотел сказать, что когда Бог дает заповедь, Он дает и силу Святого Духа, чтобы исполнить ее при условии, что мы будем поступать по Духу. Следующий вопрос звучит таким образом. В пункте четвертом изучения вы порекомендовали найти благочестивого человека и пример для подражания, чтобы следовать определенной модели. Что вы подразумеваете, говоря о модели? Апостол Павел писал Тимофею, «Будь образцом доверных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». В лидерстве одной из наиважняющих черт является подражание примеру. Это правда. Мы так часто видим это в собственной жизни. Люди подражают другим людям. Мы все подражаем другим. Ну, например, когда я на две недели уезжаю в Южный Штат, я возвращаюсь домой и говорю с сильным южным акцентом. Вы не замечали в себе ничего подобного? Или же после поездки в Мексику я начинаю всем людям говорить «Буэнос Диас», потому что всем нам свойственно подражать другим. Неспроста везде, куда бы ни ходил апостол Павел, он говорил «Подражайте мне, как я Христу». Мы подражаем другим. Недостаточно выбрать для себя Христа в качестве единственного примера для подражания. Он Бог, а нам нужен человек, которому мы могли бы подражать. Поэтому Павел призывал всех подражать ему. Он говорил «Подражайте мне, как я Христу». Вам нужен наглядный пример из плоти и крови, поэтому так важно найти этот пример для подражания. Вот почему я всегда говорю, что для христиан нет ничего опаснее просто находиться где-то рядом, но быть вдали от реальных благочестивых братьев и сестер, которым бы они могли доверить свою жизнь. Вы получили ответ на свой вопрос? Следующий вопрос о подражании. Когда кто-то начинает подражать другому человеку, очень скоро выясняется, что наши герои тоже люди, у них тоже есть грех. Мне кажется, об этом нужно что-то сказать. И я отвечу, что это, конечно же, очевидно. У каждого из нас в жизни есть грех. Поэтому любой наставник прежде всего должен признать это подобно Павлу, который сказал, что он из грешников первый. Поэтому нужно с самого начала признать это, не нужно ждать, пока это обнаружит ученик. Второе, что необходимо отметить. Примером для подражания становится не отсутствие греха как такового, а то, как человек справляется со своим грехом. Мы берем пример с наставника не потому, что он совершен, а потому, что он знает, как справляться со своими несовершенствами. Следующий вопрос является продолжением предыдущего, где говорится, что есть опасность, что человек начнет следовать за человеком. Он может сказать, я похож на такого-то и такого-то, поэтому я благочестив. Вы понимаете, о чем я говорю? Знаете, я могу ответить, конечно. Естественно, что сатана любое доброе дело будет стремиться довести до крайности. Он будет стремиться к тому, чтобы вы стали похожи на попугая, повторяя то же самое, что ему говорят. Но ведь я говорю не об этом. И вы это понимаете, правда? Мы подражаем человеку настолько, насколько подражание ему будет означать подражание Христу. И об этом никогда нельзя забывать. Это можно изобразить, как будто бы мы идем вслед за прозрачным человеком, через которого мы видим Христа. Как только через него невозможно увидеть Христа, как только человек перестает быть прозрачным, он перестает быть примерным для подражания. Ответственность за открытость и прозрачность должна лежать именно на человеке, за которым вы следуете. Именно он должен делать все возможное, чтобы вы, смотря на него, видели Христа. Но как только он становится похожим на диатрефа, он перестает быть прозрачным. О диатрефе мы будем говорить в воскресенье вечером, изучая третье послание Иоанна. Следует отметить один интересный момент. Иоанн говорит, что диатреф любит первенствовать у них. Единственный раз, когда слово первенствовать употребляется в Библии, оно относится ко Христу. Это был человек, который хотел занять место Христа, желал первенствовать в своей церкви. Через такого человека невозможно увидеть Христа, поэтому он перестает быть настоящим примером для подражания. С другой стороны, когда наставник постоянно подчеркивает первенство Христа, когда именно на Христе сосредоточено внимание, то подражать таким людям вполне оправданно. Следующий вопрос звучит так. Я бы хотел, чтобы вы затонули тему чтения Библии. Когда вы говорите о том, что 1 Иоанна следует читать 30 дней, не подразумеваете ли вы, что таким образом следует выработать привычку взращивания внутри нас Слово Божие? И можете ли вы немного рассказать о привычках и о том, как их вырабатывать? Что такое привычка? Это многократное повторение одного и того же действия. Это и есть привычка. Соответственно, если вы хотите выработать себе привычку, а все мы существа, зависящие от собственных привычек, то начните повторять одно и то же действие. Посмотрите на себя. С какой ноги вы встаете с постели? С какой ноги начинаете надевать брюки или носки? У нас вырабатываются определенные привычки. Те из вас, кому за 40, вы знаете, о чем я говорю. А те из вас, кто не понимает, о чем речь, доживете до наших лет и вы начнете брюжать. Почему куртка висит не на том крючке? Или почему тапочек нет на месте? Вроде бы, проблема и выеденного яйца не стоит, но так все равно происходит. Почему? Потому что мы люди привычек. Поэтому лучше всего обзавестись достойными привычками, когда вы еще молоды, чтобы ежедневные привычки помогали вам в последовательном изучении Библии и чтобы вы не говорили «Я читаю там, куда меня дух поведет. Сегодня я там, а завтра здесь». Мы видим привычки в жизни Христа. Большую часть времени ночи он проводил в общении с отцом. Это была его ночная привычка, пока он жил на земле. Я думаю, что привычки очень важны. Я не имею в виду обряды или законнические привычки. Никакие ритуалы не заменят настоящего живого изучения слова. Но в то же время здоровая привычка читать слово Божье может оказать неоценимую помощь. Следующий вопрос звучит так. Вы говорите о чтении и изучении Библии для себя. Или это связано с каким-либо служением, которым вы занимаетесь? То есть изучение, о котором вы говорите, происходит отдельно от подготовки к воскресному служению или нет? Я бы сказал не обязательно. Я считаю, что если я изучаю слово Божье, то это слово Божье. Утром в 9 часов я иду в кабинет, молюсь, потом до 5 часов дня провожу изучение, а потом иду домой. При этом, если я не провел тихое время с Богом или 6-7 часов не потратил на изучение Библии, я не считаю, что мой день пошел на смарку. Люди часто говорят о тихом времени с Богом. Я не совсем понимаю, что это значит. Если это механическое чтение без понимания, то я не совсем уверен, что такое тихое время было проведено действительно с Богом. Возможно, имеется в виду прочтение какой-нибудь статьи, например, в брошюрке «Хлеб наш насущный». Что же, какая-то польза от этого будет. Но настоящий эффект будет от серьезного интенсивного изучения Слова Божьего. И именно к такому изучению нужно стремиться. Но я полагаю, что не стоит навешивать ярлыки и говорить, что значение имеет только один определенный способ изучения в определенной обстановке с определенным отношением. В следующем вопросе говорится о том, что у меня немного другая обстановка на каждый день по сравнению с обычным христианином. Например, если человек участвует в группе по изучению Библии, нужно ли ему проводить особое изучение Библии или ему лучше все равно проводить обычное изучение? Я думаю, что определенный порядок должен быть в любом случае, а все дополнительные дела должны совершаться дополнительно. Не позволяйте себе регулярно менять установленный порядок. С другой стороны, этот порядок не вопрос жизни и смерти. В какой-то день изменить порядок будет вполне уместно. И если нужно изменить порядок работы над руком, это вполне допустимо. В этом я не вижу никакой проблемы. В следующем вопросе говорится, не могли бы вы рассказать, как на этой неделе вы изучали текст из Первого Коринфянам «Готовясь к служению» и что бы вы посоветовали новообращенному христианину? В чем метод и форма изучения у него будут отличаться от формы и метода вашего изучения какого-либо определенного текста? Отличие, несомненно, будет. Когда я изучаю текст Писания, во-первых, я читаю его в разных переводах и в греческом оригинале до тех пор, пока не пойму. На этой неделе я работал на текстах с Первого Коринфянам 4 главы с 14 по 21 стихи. Я перечитывал этот текст снова и снова, снова и снова, пока он не осел в моем разуме настолько прочно, что насквозь не пропитал меня так, что я мог бы сходу процитировать весь отрывок, даже не пытаясь изначально выучить его наизусть. После этого текст начинает действительно иметь для меня какое-то значение. Теперь среди слов я нахожу мысли. Я вижу, что в этом отрывке Павел хочет донести до адресатов мысль, что он им духовный отец. Потом я исследую, в чем заключается основная идея. Мысль развивается, вместе с ней развивается и план проповеди. Потом я записываю этот план на бумаге. После этого я разбираю стих за стихом. Для этого мне нужны комментарии. Обычно у меня на столе 10-11 комментариев. Я стараюсь прочесть все, что написано о каждом конкретном стихе, потому что мне нужна как можно более широкая информация по тексту. Так я читаю по 12 комментариев на каждый стих, делаю пометки, потом все собираю вместе и получается наскорбленно проповедь. Либо хорошая, либо плохая, либо никакая. И как я говорил ранее, главный метод изучения библейского текста прочитать сам библейский текст, собрать всю дополнительную информацию об этом тексте и закрепить понимание с помощью доступных книг. При этом можно читать какую-то одну книгу в Библии, чтобы понять ее значение, подробно изучив ее содержание. Можно изучить какую-либо тему, например, о молитве или о Божьем суде. Вы можете изучить биографию или характер какого-либо библейского персонажа. Можете изучать все, что угодно. Вы можете просто пересчитывать стихи, можете совмещать их в таблице, а потом прорабатывать их. Можете изучить целую главу, выяснить, какова главная мысль записать ее, какие идеи развивают основную мысль, и это тоже записать. Запишите, что вам непонятно, потом запишите, что вам понятно, какие темы, которые я мог бы изучить, затрагиваются в этой главе. И тогда из изучаемой главы вы извлечете столько истин, что в это даже поверить будет трудно. Ваше изучение будет исполнено плодов. Таким образом, есть много способов, методов и подходов к изучению. Следующий вопрос был таким, как вы проводите изучение отдельных слов или грамматических связей? Вы пользуетесь комментариями или проводите изучение каким-либо другим образом? Если честно, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что способов, причем самых разных, очень много. Например, сегодня я готовился к проповеди по третьему посланию Иоанна и обнаружил, как Иоанн хвалил Гая, которому писал это письмо. Меня заинтересовало, что апостол в похвале Гаю заметил, что тот не только знает истину, но и поступает по ней. Мне показалось, что такая похвала достаточно интересна, и я стал задумываться о самом понятии похвалы. Тогда я начал изучать все места в посланиях апостола Павла, где он высказывает похвалу отдельным людям. Так я открыл послание к Римляну, 16 главу, 1 стих, где Павел выражает признательность Фиве и за то, что она была помощницей многим и мне самому. Потом увидел, как Павел хвалит Мариам, Урбана и многих других. Затем я пересмотрел все книги и выписал все места, где звучала похвала. Я записывал, кого хвалил автор, почему его хвалил автор и так далее. Это один способ изучения. Другой раз, когда я писал дипломную работу по третьему посланию Анны, я решил провести грамматическое исследование одной греческой фразы. Я выписал ее, изучил содержание на греческом языке, прочитал комментарии Весткота на греческий текст и узнал, что по мнению Весткота означает этот текст. Это еще один способ изучения. Иногда я провожу изучение самостоятельно. Однажды я решил изучить греческое слово куполамбана, поэтому я обратился к имеющему у меня греческому тексту, к лексикону, потом взял то, что называется греческая симфония для англоговорящих и провел самостоятельное исследование этого слова. Итак, способов и методов может быть целое множество. Впрочем, у меня их, наверное, больше, потому что я провожу изучение сразу несколькими методами, а единственного правильного просто не существует. Следующий вопрос звучит так. Что делать, когда встаешь утром, занимаешься обычными ежедневными делами и совсем не хочется читать Библию? Просто не читаешь ее, правильно? Если серьезно, то именно в тот момент, когда меньше всего хочется читать Библию, она больше всего нужна. Если вы глубоко усвоите эту мысль, она окажет вам неоценимую помощь. Не забывайте тот факт, что когда вам меньше всего хочется читать, именно тогда Слово Божье вам нужнее всего. Возможно, этот факт поможет вам увидеть, что неверен наш подход к изучению Библии. Давайте не будем забывать, что мы грешники, и грех часто проявляется в непослушании, а непослушание часто принимает форму нежелания делать то, что нужно. И все мы в этом часто терпим неудачу, в том числе и я. Лично для меня самое трудное время для изучения Библии это время отпуска. Обычно тогда у меня другой распорядок дня, поэтому случается, что я пропускаю 2-3 дня обучения и не читаю Библию. Для меня это все равно, что остаться без еды, потому что я настолько привык к постоянному чтению. Когда же я не читаю Библию, на меня это оказывает поистине разрушительное действие. Так что мне самому приходится иметь дело с такими проблемами. Думаю, что это свойственно всем христианам, потому что мы все люди с человеческими слабостями. И я думаю, вам поможет осознание того факта, что когда не хочется читать Библию, именно тогда Слово Божье нужнее всего. Следующий вопрос был таким. Джон, у вас двое детей 12 и 13 лет. Что бы вы порекомендовали читать подросткам такого возраста? Новый Завет или другие книги? Вы знаете, есть несколько хороших переводов для детей. Один из них называется Живой Новый Завет для детей или Children's Living New Testament. Он составлен специально для людей, чей словарный запас не превышает 850 слов. Очень простое издание. Мы с детьми каждый день читаем его и детям все понятно. Это издание Нового Завета, но Ветхий Завет также хорошо подойдет детям. Перевод The Living Bible Живая Библия я бы назвал наилучшим переводом Ветхого Завета для детей. Я ответил на ваш вопрос. Еще могу поремендовать одну книгу, она называется Как привести малышей к Богу автор Мариан Скуланд. Это систематическое богословие для детей основополагающее христианское учение. Например, вчера мы рассматривали учение о спасении в контексте греха и милости. Сегодня мы читали о том, что Бог благ, что Он прощает. Кроме того, в ней предложена вся история об Иосифе. Там говорится, что несмотря на то, что его братья были злые, бросили его в ров, а затем продали в Египет, Бог все равно был добр к Иосифу и дал ему в Египте такую власть, что он смог дать братьям зерна, когда они могли умереть от голода. Бог показал свою милость через того, кого эти братья продали в рабство. Иосиф стал замечательным прообразом Христа, того, кого мир убивал, в то время, как он избавлял людей от смерти. Такая книга может оказаться очень полезной. Она может стать полезным пособием для детей. Даже я хорошо запомнил записанный в ней историю. Меня всегда тянет книгам, в которых все изложено очень просто. Следующий вопрос. Как бы вы посоветовали помочь новообращенному христианину, который живет далеко от нашей церкви и из-за этого не может посещать служение у нас? Что бы вы посоветовали делать такому человеку, что ему нужно искать? Здесь следует отметить несколько моментов. Во-первых, у нас есть записи на кассетах о признаках здоровой церкви. Есть другие записи на тему церкви и о том, какими принципами следует руководствоваться при поиске церкви. Поэтому первый совет. Пошлите им записи. Кроме того, сами говорите им о принципах, чтобы они знали, что искать, когда зададутся вопросами о церкви. Шлите им книги, другие записи, чтобы их вера утверждала, чтобы они могли сами судить о том, в какую церковь пойти. Это очень практический вопрос. Человек приходит ко Христу в том месте, где он постоянно не проживает, и при этом он не знает, в какую церковь ходить. Такой человек потом приходит в церковь, куда его приглашает знакомый, и потом оказывается, что в этой церкви непонятное учение. В итоге новообращенный христианин совершенно не растет и не взрослеет. Очень важно выбрать здоровую церковь. Кроме того, один из способов помогать новообращенным расти – предлагать им книги и аудиозаписи, благодаря которым они укрепятся и смогут сами трезво оценить, в какую церковь идти. И я знаю, что многие члены нашей церкви так и поступают. Каждое воскресенье меня просят подсказать хорошую церковь в каком-нибудь другом городе. Дело в том, что я не всегда знаю, какие церкви в каких городах, поэтому я всегда рекомендую прислать знакомым ищущим церковь записи и книги, чтобы они могли сами узнать, на каких основаниях должна строиться церковь и по каким критериям ее нужно выбирать. Кстати, есть одна книга, которая рисует простую и ясную библейскую картину церкви. Прочитав ее, человек, ищущий церковь, сможет трезво оценить церковь, к которой они хотели бы ходить и далее исследовать водительство Святого Духа. Следующий вопрос звучит так. «А как вы думаете, не опасно ли сделать слишком большой акцент на справочниках и симфониях? Не приведет ли это к тому, что сократится время, когда после изучения текста Святой Дух будет говорить с человеком наедине и даст ему понять, что означает этот текст? Во всяком случае, в моей жизни, как только у меня появились первые справочники и комментарии после прочтения библейского стиха, я тут же стал обращаться к ним, и мне кажется, что это мешает». Отвечая на этот вопрос, я замечу, что вы не сможете точно знать, что Святой Дух говорит лично вам, пока не узнаете, что говорит Святой Дух вообще. Ведь Святой Дух не будет говорить вам нечто отличное от того, что Он говорит в другом месте. Понимаете, что я имею в виду? Бывает, что кто-то с восторгом говорит, «Как чудесно! Сегодня этот текст сказал мне что-то». Если честно, то мне безразлично, что Он говорит вам. Мне интересно, что говорит этот текст. И точка. Многие люди говорят, дескать, «Для меня Библия означает то-то и то-то». Если толковать Библию таким образом, то у каждого будет право на собственное толкование. Каждый может тогда сказать, «Я буду читать, как придется, а Бог мне что-нибудь скажет. И все, что Он скажет, то и будет хорошо». Видите ли, в половине случаев ваши выводы будут вырваны из контекста, а в других случаях вы дадите совершенно неверное толкование Священного Писания. Поэтому читайте текст Писания, изучайте комментарии, а затем можете задуматься и размышлять над прочитанным отрывком, но только после того, как вы уже знаете, что он означает. При этом не экономьте на размышлении, потому что в Библии, в книге Псалмов Иисуса Навина есть конкретное повеление размышлять над Словом Божьим день и ночь. В сегодняшнем мире мы почти не уделяем времени размышлению, а зря, ведь размышление – это неотъемлемая часть изучения Библии. Недавно я читал интересное исследование маршала Мак-Лугана. Автор говорит, что в наше время мир, в котором мы живем, настроен на постоянный шум. Везде нас сопровождает музыка. По телевизору, по радио, постоянно транслируются разговоры, везде присутствует шум и отсутствует мысль. В этой статье он говорит, самый лучший способ убежать от Бога, во-первых, никогда не оставаться наедине с самим собой, во-вторых, никогда не выключать музыку. В этой статье автор утверждает, что в нашем мире больше нечего сказать. Нет ничего, чего не было бы высказано в средствах массовой информации. Нет мнений, которые бы не были высказаны миллиарды раз, нет разговоров, которым бы постоянно не перемывали одно и то же. Человек остается лишь одно – придя домой, плюхнуться в кресло и уставиться в ящик. Говорить больше не о чем. Сатанас полна воспользуется огромным потенциалом масс-культуры, чтобы овладеть нашим сознанием. И вот мы видим, как по улицам ходят люди с проводами в ушах, как они, едва сев в машину, мгновенно включают музыку, а придя домой, тотчас включают телевизор или радио. Главное, чтобы в доме был шум. И этот шум сопровождает нас повсюду. Нет времени на размышления, серьезное обдумывание. Ведь истинное размышление – это не иностранец в тюрбане или из длинной косой, который сидит в углу позе лотуса и медитирует, то есть размышляет ни о чем. Такая медитация – это другая крайность. Она происходит, как реакция сегодняшнего мира на постоянные атаки на мозг. Эти медитирующие в углу люди размышляют о том, кто они. Однако, если мы хотим проявлять христианский библейский подход, мы будем размышлять о Слове Божьем. Апостол Павел пишет филиппийцам о том, помышляете в 4 главе. То есть, Павел не только не осуждает, но и поощряет размышление, если это размышление о том, о чем стоит размышлять. А для того, чтобы правильно размышлять, нужно дать верное толкование. Я не хочу сказать, что не стоит размышлять над словом, но если изучать Писание глубоко, то размышление должно быть правильным. Следующий вопрос о новообращенном христианине, который как-то подошел и сказал, я еще не читал об этом в Библии, я дошел только до 3 главы, об этом говорится в 5. Может ли быть, что такой аргумент не более чем отговорка? Не считаете ли вы, что этот аргумент нельзя считать оправданиями, что Святой Дух должен коснуться такого человека и не позволить ему остаться на уровне простого знания текста и не впасть в грех? Я согласен, что Святой Дух должен касаться такого человека. Я верю, что Святой Дух способен сохранить нас от греха. Я верю, что грех это в том числе, когда мы любой момент христианской жизни нарушаем и не исполняем то, что считаем верным и истинным. В то же время я должен отметить, что встречаются ситуации, где не стоит вопрос нравственности и здесь можно просто не знать, как поступать. Приду пример. Христианин подал в суд на другого христианина, но он просто не знал, что говорит по этому поводу Библия. Иными словами, бывают ситуации, где встречаются практические жизненные принципы, вопросы, не относящиеся к этике или морали. Например, я полагаю, что в моральные принципы верит даже невозрожденный человек, ведь у него есть совесть. Но есть такие принципы, которые Бог заповедовал исключительно христианам. Например, новообращенный христианин может не знать, что нужно отделять некоторую сумму денег в день Господень и жертвовать ее на служение. Он не будет этого знать, пока ему кто-либо не скажет или пока он не обратится ко второму посланию Коринфянам в 8-9 главе. И он даже не будет знать, что в первый день недели, который должен откладывать у себя и сберегать, сколько позволит ему состояние. Поэтому нужно, чтобы он либо прочел это, либо чтобы кто-то научил его. То же самое можно сказать и о причастии. Это не вопрос этики и морали. Это порядок, заведенный в церкви, которому следует научиться. Но есть и вопросы морали, и этим вопросом Бог учит человека через Святого Дух. Хорошую иллюстрацию можно привести на примере послания к Римлянам 14 глава. В этом тексте Павел говорит, что среди верующих есть люди, которые не до конца понимают свободу во Христе. Поэтому ради них следует ждать, пока они возрастут в вере и не беспокоить их совесть. Пусть иной отличает день от дня, пусть другой соблюдает субботу, это не страшно. Когда-нибудь он созреет и поймет свободу. И так, в этой ситуации две стороны. Следующий вопрос. Можно ли самостоятельно изучая Библию книгу за книгой одновременно учить членов семьи, в том числе детей, читая им вслух? Конечно! Если вы решите читать Слово Божие вместе с членами своей семьи, это будет просто замечательно. Читайте вместе, и всем будет польза. На этом, я думаю, можно закончить наш первый семинар. Я полагаю, он прошел хорошо. Мы затронули несколько главных моментов. И наш семинар был полезен не только вам, но и другим верующим, в том числе, которые прослушают его в записи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok